В России продлили льготную ипотеку на новостройки до июля 2024 года. При этом максимальная ставка поднялась с прежних 7 до 8%. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве и Санкт-Петербурге 12 миллионов рублей, для остальных регионов, в том числе Самарского, 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос не менее 15%. При этом с января расширились условия для получения семейной ипотеки. Я напомню, что раньше семейные ипотеки могли воспользоваться только те, у кого родился ребенок после 1 января 2018 года. И многие считали это не очень справедливым. Сейчас по распоряжению, по указу президента будет у нас семейная ипотека расширена. Теперь неважно, когда родились дети. Главное, чтобы на момент получения кредита по семейной ипотеке в семье были двое детей возрастом до 18 лет. Ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки остается прежней 6% годовых. Но в некоторых банках есть даже ниже. С начала этого года семьи смогут получать универсальное пособие на детей. У нас довольно много есть пособий на детей. В том числе, например, в связи с ранней постановкой на учет по беременности. В связи с нехваткой семейного дохода и так далее. И вот порядка семи таких пособий будут объединены в единое пособие, которое можно будет получать, подав заявление на госуслугах. Причем для тех, кто родит детей после 1 января 2023, это пособие будет единственным вариантом. То есть у них нет возможности выбора. Для тех же, кто родил детей до этого периода, они могут выбрать, либо получать по-старому до семи разных пособий, либо получать вот это новое пособие. Причем я еще раз обращаю внимание, это не новое в плане что-то дополнительно добавили, это просто облегчение жизни за счет того, что все ранее существующие пособия объединят в одно. Размер выплат, как и раньше, будет зависеть от наличия движимого и недвижимого имущества, доходов семьи и трудового потенциала. С января этого года перестали существовать две важнейшие для россиян государственные структуры – пенсионный фонд и фонд социального страхования. Вместо двух организаций теперь одна – социальный фонд России. Для пользователей, конечно, это в какой-то степени удобно, потому что тебе также не надо платить в один фонд, в другой фонд, иметь отношение с разными органами. У тебя есть единое лицо, с которым ты коммуницируешь и общаешься, и есть единые тарифы в социальный фонд России. Общий составляет 30%, но есть и льготы. Например, это 15% для малого и среднего предпринимательства, под суммой, превышающей МРОД, или 7% для IT-компаний. То есть тут мы видим такую стройную, понятную картину – единый фонд, единые тарифы. С января в стране вступили в силу масштабные изменения налогового законодательства. Теперь у всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будет единый налоговый счет, на который нужно вносить единый налоговый платеж. Теперь предприниматели не будут подавать уведомления, отчитываться по каждому налогу. Мы знаем с вами налогов много, налог на прибыль, адрес, упрощенный налог и так далее. А теперь будет единый счет, на который будут перечисляться денежные средства по всем видам налогов. И, собственно, сами налоговые органы дальше будут распределять в зависимости от того, какой платеж, по соответствующим кодам. С одной стороны, выглядит эта идея интересным, она очень много обсуждалась. Казалось бы, здесь удобство. Но, по крайней мере, она точно решает историю с переплатами и недоплатами. Где-то налогоплательщики переплатили, где-то недоплатили. Все это нужно приводить сверху, возвращать налоги. Теперь это вроде бы не нужно. Но и, с другой стороны, не выглядит, что будет очевидно удобно, потому что также нужно будет отдельно указывать коды бюджетные, отдельные свои реквизиты по вот этим уведомлениям, по единому налоговому счету. В связи с введением единого налогового платежа, датой получения дохода при оплате труда больше не считается последний день месяца. Датой получения дохода будет считаться день его выплаты. Соответственно, теперь НДФЛ будут удерживать не в день выплаты всей зарплаты, а в том числе и при выплате аванса. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.